Привет, мои кукурузки, и сегодня мы поговорим о двух хранителях мультивселенной, именно хранителях, об Эрроре и Инке, два незаменимых администратора, которые и почистят, и подкрасят. Да, Эррор – администратор, как и Инк, и он присматривает за тем, чтобы мультивселенная существовала без лагов и не засорялась. Брошенные АУ часто забивают место мультивселенной, которое не резиновое, именно для этого и существует Эррор. Он не уничтожает всё и вся, потому что он не тупой и понимает, что это бесполезно, так как создатели следят за своими АУ. Он уничтожает то, что мешает, стирает миры, которые своё уже отжили, или переписывает код вселенной, которая была повреждена. Инк не может работать с кодами. Инк работает с визуалом и небольшим набором визуализации кодов. Всё! Эррор работает с кодом АУ углублённо. Как у каждой игры, есть художник и есть тот, кто прописывает код этой игры, потому что и без одного, и без второго игры не будет. Таким образом работают и Инк с Эррором. То, что фанаты на фандоме постоянно выставляют его тупоголовым идиотом, который стремится уничтожить всё и вся, это не его проблемы. Он свою цель чётко знает и чётко ей следует. Он не может уничтожить всю мультивселенную. Он это знает. Он пытался, но потом понял, что это бесполезно. Поэтому просто принял свою работу такой, какая она есть. Она ему не нравится, но он часть этого мира и он создан для этого. Да, Эррору не нравится сидеть с Инком, потому что Инк постоянно устраивает какую-то кучу валу. Но Инк на то и Инк. Эррор постоянно потом за ним разгребает. Но эта встряска мультивселенной необходима. После этой встряски выявляются слабые миры и освобождается место для новых творений. И они, можно сказать, что оба бездушны, поскольку душа Эррора – залаганный призрак, с которым нельзя взаимодействовать, её нельзя потрогать, сломать, разрушить. Всё, что эта душа даёт – это призраки эмоций. По сути, Эррор сам является призраком, потому что по всей идее мультивселенной он давно мёртв. У них не сильно так и много отличий. Инк чувствует при помощи красок. Эррор – при помощи призраков эмоций. Ни у Инка, ни у Эррора души нет. Визуальная иллюзия души, вот этот призрак, с которым нельзя взаимодействовать, не значит, что у него есть душа. Диванные вы аналитики. Мало кто знает, но Эррор сам способен запомнить огромное количество кодов, чтобы потом по памяти восстанавливать эти коды. Для этого у него и есть его способность, помогающая открыть окно, где можно оставлять записи. Там же хранятся записи о его прошлом. Память у него тоже не особо хороша, поэтому ему важно сохранять эти записи, и чтоб эти записи не увидел никто. Но эта информация строго конфиденциальна, и должна быть доступна только ему. Если она попадет не в те руки, быть беде. В мультивселенной очень много персонажей, которые умеют читать код и взаимодействовать с ним. Тот же Кросс Санс. Но если взаимодействовать с кодом неверно, можно вызвать фатальную ошибку, которую потом не один очиститель не разберет. Так что меня искренне бесит, когда говорят, что Инк бесполезный, или же Эрра такая мразь. Без них обоих мультивселенная бы загнулась. И я знаю, что новички устраивают культ Инк Санса, потому что считают его самым сильным персонажем, но это не так. Инк выезжает на своем бессмертии, так, перерождении. Он перерождается после каждой смерти. Его сложно убить, потому что он по факту чернила. Также у него в атаках, его атаки ограничены только его фантазией. Но это не значит, что это делает его всесильным Сансом. Потому что есть всегда те, кто сильнее него. И пока Инк там будет креативничать своей атакой, есть такие Сансы, которые его вынесут с дальнего расстояния, просто потому что он замаячил на горизонте. Инк Санс не лазит чисто во все вселенные. Он проверяет, но со стороны, особенно если видит, что эта вселенная активная. То есть там существуют достаточно сильные персонажи, которым лезть себе дороже. То же сравнение Серафим Санса и Инк Санса. Серафим сильнее. Я не хочу слышать, Инк сильнее всех. Инк не сильнее всех. Инк и Эррор по силам примерно равны. Они не самые сильные персонажи. Они занимают только места в топе 10. И то не первые. Зачем я вообще сделала это видео? Дело в том, что это видео не такое затратное по сценарию, как видео с магией. Там очень много типов. И я разбираюсь до сих пор. У меня есть состыковки в сценарии. Мне нужно пересмотреть всю информацию, что у меня имеется на данный момент. Надеюсь, вы поймете. Меня выбесили люди. Особенно новенькие. Которые начинают поносить либо Инка, либо Эррора. Возносить либо того, либо того, делая их всесильными. Но это не так. Вы просто игнорируете существование других более сильных персонажей. То, что Инк и Эррор выезжают на том, что они перерождаются, они перерождаются оба. И Инк, и Эррор. Только у Эррора кулдаун перерождения немножко больше. Поэтому, когда его выпиливают, его не видно дольше, чем Инка. Инк появляется достаточно быстро. К тому же их перерождение не зависит от того, следят за ними. Или не следят создатели, или же обитатели фандома. Умер этот персонаж, он перерождается. Все. Это зацикленная система. На этом они по силе и выезжают. Плюс по своим способностям. Креативные атаки Инка, которые постоянно меняются, и ты не ожидаешь. И нити Эррора, которые переписывают и разрушают все, к чему прикоснуться, по желанию его владельца. Но это не делает их всесильными. Это администраторы. Они отвечают за то, чтобы в мультивселенной был порядок. Но это не делает их всесильными сансами. Я повторяю это еще раз. Для тех, кто будет смотреть это видео. Вот, чтобы вы поняли, что если вы устроили культ этого персонажа, потому что он в мультивселенной один из главных, не значит, что он самый сильный. Дабы с уверенностью заявлять, что этот персонаж самый сильный, нужно учитывать все нюансы отношений обитателей мультивселенной. Нюансы того, какие АУ выпускаются для путешествия между мирами. Нюансы того, почему некоторые АУ являются закрытыми и проход в них недоступен даже этим администраторам. Понимать, собственно, что такое баланс и почему его важно поддерживать. А не на бум святой выпустить самого сильного персонажа в пустоту и посмотреть, а что будет, а пипец будет. Это разводит бардак и за этим нужно следить. Оригинальная мультивселенная держится на жестких правилах. Все остальные ответвления имеют свои правила, поскольку ответвления свои создатели. И эти ответвления сделались для того, чтобы не вредить оригинальной вселенной с уже устоявшимися правилами и порядками. Событие Х идет отдельным ответвлением. Оно не является частью оригинальной мультивселенной. Поскольку в оригинальной мультивселенной оно закончилось достаточно быстро. А все остальное, что пошло дальше, пошло в отдельный поток, чтобы не вредить основному стволу. Представьте себе дерево. Корневая система это оригинальная вселенная. То есть классический андертейм. Дальше идет основной ствол. Это оригинальная мультивселенная с устоявшимися правилами без шипов. От этого ствола идут веточки. И от этих веточек свои веточки. Это уже события, разные комиксы, аски, расспросы и так далее. Чтобы не затрагивать события, происходящие в оригинале, все это делается отдельным потоком. У них единственное, что общее, это место, с которого они вышли. Оригинальный мультиверс. Фух. Надеюсь, в этом видео вы немножко больше поняли. И я надеюсь, не будет вот этого... Инк, классный эррер, я тебе ненавижу. Вы даже не знаете роли этого персонажа. И то, насколько большое значение он играет, а уже вы говорите, что вы его ненавидите. А без него не было бы всех этих ваших любимых андертейлов. Как и без Инка, то же самое. Тем, кто-то говорит, бедные оши. И Инка мне совсем не жалко. Но я понимаю у каждого человека свое мнение. Но неприятно слышать такое о персонажах. Особенно после того, как пообщавшись с этим человеком, убеждаешься, что вообще нихрена не знаю. Простите за мат, в конце я не сдержалась. Ну, просто уже накипела. Что ж, спасибо за внимание. Хорошего вам дня. Видео об типах магии и самой магии, какой она бывает. Я постараюсь выпустить как можно быстрее. Стрим тоже скоро будет. Так что увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...